Ты знаком, утром нет! Каравон, каравай, хоровод! В селе Никольское всё вернулось на круги своя. Зажигательный праздник с частушками под гармошку, народными гуляниями, широкой ярмаркой и самобытными ремёслами. Окунулся в атмосферу праздника мастерства, удальства и веселья и президент Татарстана. Побывав на площадке театрализованной русской деревни, Рустам Мениханов сначала закружился в быстром русском танце, а потом стал частью огромного каравонного хоровода. Носи, носи, дуня! А ещё каравон — это яркие, неповторимые, традиционно русские наряды. У одних от искусных дизайнеров и портних, у других из бесценных бабушкиных сундуков. Ирину Яковлеву на каравон привёл сын Максим. Максим пораньше меня стал участвовать, уже пару лет тоже в каравоне. Это наши истоки, это наша культура, это наши предки. Хорошо, что, слава богу, это сохраняется из поколения в поколение, передаётся. Чтобы наши дети, чтобы молодёжь знала традиции, знала наши народные песни. Из-за пандемии каравон в прошлом году проходил онлайн. Об этом вновь вышел на главную улицу села Никольское. И с лихвой наверстал упущенное. 168 творческих коллективов из 20 регионов России стали участниками праздника. Год родных языков и народного единения, это вот как раз такие праздники нас сближают. Кто бы то ни был по национальности, сегодня вот эта традиция, эта культура, и нам очень важно, очень бережно надо относиться к нашей истории. Те, чьи усилия стали залогом сохранения этой прекрасной традиции, из рук президента Татарстана получили награды. Настанет то время, когда на Николин день такие мероприятия будут проводиться в каждом субъекте Российской Федерации. И Республика Татарстан будет в данном случае хорошим и достойным примером. Каравон – праздник, где всем от мала до велика найдётся и занятия, и развлечения, и подарок на ярмарке. Мы всегда, каждый год приходим на каравон всей толпой, всей семьёй, как бы и дети, внуки, бабушки, дедушки.